С приходом пандемии привычная жизнь Брестского аэропорта во многом изменилась. В первую очередь отменились запланированные туристические чартерные рейсы. И только сейчас они возобновились. Правда, с некоторыми нововведениями. Делается довольно серьезный упор для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Это требование руководства различных документов о том, чтобы пассажиры находились в аэровокзале, соблюдали масочный режим. И требование Белавиа, чтобы в течение всего полета пассажиры соблюдали масочный режим. Мы к этому подготовились. У нас во всех ключевых точках аэровокзала расставлены дезинфекторы для рук. То есть перед выходом на посадку также дезинфицируется вся техника, обслуживающая пассажиров до вылета и после вылета, уже при подготовке к следующему. Ну и также позаботились мы и о своих людях. То есть мы сделали все возможное для того, чтобы как можно их больше обезопасить от возможности заражения. Маски, санитайзеры и социальная дистанция – это, конечно, хорошо. Но больше уверенности в безопасности добавляет специалист, который без перерыва на кофе пристально следит за всеми, кто переступает порог Брестского аэропорта, чтобы проверить температуру и исключить возможность пропуска больного человека. К слову, изменения произошли и в правилах перевозки ручной клади. Изменилась ручная кладь. Люди с собой в самолет могут пронести только. Дамская сумочка, барсетка мужская и бьющиеся предметы – это ноутбук, это фотоаппарат. Регистрация проходит точно так же, исключая, что люди обязаны соблюдать дистанцию. Дистанция – метр-полтора, как и во всех местах. Все эти нововведения, те, кто по-настоящему истосковался по палящему солнцу, теплому пляжу и соленому морю, приняли с пониманием и ответственно подошли к их соблюдению. Многие планировали отпуск еще в феврале, но непредвиденные обстоятельства – коронавирус – стали весомой причиной отказаться от отдыха. Сейчас о воздушном путешествии, которое отправят людей поближе к морскому берегу, говорят с улыбкой и отмечают – ждут от отдыха в Турции только положительных эмоций. С прекрасным, с предвкушением грядущего отпуска, с желанием получить наиболее яркие и острые впечатления. Правда, Малышевна? Поскольку отпуск ожидаем, мы не думали, что так получится, что все-таки удастся куда-то полететь, выехать за границу. Как обычно, только чуть-чуть предохраняясь от всевозможных заражений. Но, тем не менее, все понимаем. Время сейчас такое. Вообще, все хорошо, настроение чудесное. С наилучшими эмоциями и надеждами, что отдохнем, поменяем обстановку и хорошо проведем время. Сейчас за моей спиной самолет – первый в летнем сезоне, везущий людей из Бреста на отдых в Турцию. Все 189 мест на борту заняты. Оно и понятно. Белорусы соскучились по турецкому солнцу и гостеприимству. Отправление самолета в 12.25. В пути пассажиры будут около двух с половиной часов. После приземления белорусов ждет 10-дневный отдых. Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.